друзья всех приветствую на данном этапе у нас идет керамогранит размером метр двадцать на 2 сорок толщина плиты 11 миллиметров это довольно таки тяжелая плита и для реза этой плиты мы применили систему резки длт slim он идет из трех частей и это очень удобно для транспортировки здесь также использовали вот такое вот складное подстолье из-за его интересную конструкцию его прозвали сороконожка и так после того как мы нарезали наши заготовки приступаем к изготовлению нашей конструкции углы проходим алмазной коронкой чтобы предотвратить в будущем скол в этих местах после чего спокойно прорезаем алмазным диском эту плитку по нужному нам размеру чуть дальше я расскажу что это будет а пока мы подготовим плитку к резу под 45 градусов итак все готово режем плитку под 45 так как работаем на улице мы не встали применять пылеотвод вот такой вот у нас получился красивый рез ну а здесь нам пригодится набор от бихой так как клей будем наносить на основу и на плитку разными размерами гребенки изделие изготовлено из профтрубы сварили каркас после чего обшили гипсокартоном после нанесения клея кладем плитку кстати у этой заготовки все четыре стороны сняты по 45 градусов и чтобы рассчитать все элементы конструкции и порезать по размеру а потом еще и снять под 45 нам пришлось попотеть ведь случай ошибки скола угла или самой плитки привел бы нас к покупке новой плиты а это значит работали бесплатно поэтому делали все с большой осторожностью клей наносим на основу и на плитку затем хорошенько везде фиксируем в наличии у нас было четыре крупноформатные плиты какая-то часть распределялась для этого ресепшена обзор на этот ресепшен у меня уже есть на канале и я оставлю ссылку в описании видео и данного изделия дополнительно к этому изделию шли еще две плитки размером метр двадцать на шестьдесят так как они подходили к нашему изделию но и не нужно было тратить на дополнительный лист большой плиты для быстрой и точной резки под 45 я сначала прорезаю кромку затем все остальное и данная заготовка будет идти на эти полочки да я не ошибся это у нас будет служить как полочки в данной конструкции в конце я объясню что это такое а Еще раз подгоняем заготовку. Далее кладем ее на клей. Зазор углов фиксируем миллиметровыми фиксаторами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Распускаем плитку в нужный нам размер, затем пилим по 45 градусов. Здесь я решил все-таки применить пылеотвод, так как хоть и работаем мы на улице, пыль все равно попадает в дыхательные пути. Даже если мы в маске, у нас постоянно забиваются пылью очки, и это нас тормозит и давало шанс на неудачу. Поэтому мы отказались от этой затеи пилить без пылеотвода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как все подготовили, кладем оставшуюся плитку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сама крупноформатная плитка была ровной, а вот плитка метр двадцать на шестьдесят была очень горбатой, что затрудняло нам сделать ровный шов в этих местах. И все же с помощью гребенки и какой-то матери мы это сделали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед затиркой мы все углы закругляем. Затем поверхность обрабатываем мыльной водой, но ни в коем разе мыльная вода не должна попасть вовнутрь шва. Затирать будем эпоксидной затиркой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После нанесения затирки, нужно выждать около часа, после чего можно будет формировать шов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для формирования швов применяем мыльную воду, канцелярский нож, ну и незаменим ничем палец, ведь мы должны прочувствовать этот шов, чтобы он был ровным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как все подсохло, лишнее вымываем салфеткой из микрофибры. Ну вот и подошла к концу наша работа, и я сейчас расскажу, что это такое. Не знаю, как правильно объяснить, но это подиум или полочки для одежды, или для демонстрации одежды, в магазин женской одежды. Друзья, кому информация была полезная, ставим пальцы вверх, кому нет, тоже. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.